Выставка любых художественных работ всегда откровение мастеров. Возможность заглянуть в самую душу человека, создающего полотно, обрабатывающего кусок дерева, обыкновенную корягу, вдыхая в нее жизнь или возрождающего старинные вещи. И процесс творчества всегда откровение и таинство. Настоящие произведения искусства рождаются благодаря душевному порыву, фантазии и талантливым рукам мастеров градообразующего предприятия. В октябре прошлого года сбылась мечта творческих людей сайенс-химпласта. В центре досуга города состоялось открытие первой выставки «Артхимпласт», посвященной 55-летию завода. А 9 апреля проект получил свое яркое продолжение. Открылась новая экспозиция талантливых заводчан «Веселый апрель». Вдохновителем и организатором этих двух экспозиций стала известная художница и приема-сдатчик железнодорожной службы завода Татьяна Копонова. Какой же мир без шуток? Да он без шуток был бы просто жуток. Когда на сердце горе и тьма, лишь только юмор не сведет с ума. 13 мастеров представили на этой выставке свое творчество. Это и такие известные мастера, как Татьяна Познякова, Ирина Сухих, Ирина Креницына, Татьяна Беломестных, Людмила Воронова и новички. Меня поразили самоучки. Понятно, что Матвеев, он был в художественной школе, у Мыргазовой тем более учился. То есть это какая школа, как говорится, за плечами, видно руку мастера. Ну, то есть по работам видно. А которые люди не учились нигде и выдают такие работы. Понятно, что нужно работать еще дальше, развиваться. Ну, я была в шоке. Много девушки-кукол. Татьяна Познякова куколки такие представила, небольшие. Такие они настолько хорошенькие, настолько они живые. Я говорю, я постоянно ими поражаюсь. Как так можно это сотворить? Поздравляю всех жителей нашего города с праздником весны. Желаю здоровья. Ну и самое главное, мирного неба над головой. И вновь удивили зрителей рукодельницы градообразующего предприятия. Чего здесь только не было. Фигурки ведьмочек и принцесс. Композиции с папье-машей, немыслимой красоты. Вышивка и кружева. Вязаные ажурные вещи. Живопись. Изделия из фуамирана. Так как веселый апрель, поэтому я сделала одеяло. Плед такой, губка-боб с ножками. С веселой улыбочкой. Потом сделала дерево. Называется «Грачи прилетели». По картине Саврасова. Там, конечно, не грачи, но мои маленькие птички. И сделала на пляже купальщицы. Тоже по картине Пикассо. Готовилась к фестивалю матрешки. Сделала большую матрешку с папье-машей. И маленьких матрешек для веселья. У нас есть время и спортом заниматься, и на даче, и путешествовать. И, конечно, рукоделием. Рукоделие у нас всякое. И вязание, и папье-маши, и, ну что сказать, фуамиран. У кого подгляжу, такое же захочу посмотреть. Где в интернете посмотрю. А иногда лежат вот клубочки. Ну, просто лежат. Смотришь на них, на этих маленьких клубочек. Ну, что делать? Ну, конечно же, можно сделать большой плед. Ну, и вот из этих остатков пряжи я делаю пледы. Их у меня уже много. Ну, наверное, штук в 16, наверное. Все уходят. Детям, внукам. Когда едешь путешествовать, и сестре, и тетке, и дядьке. Ну, все довольны. Множество работ сделано талантливыми руками ветеранов предприятия. Пока ты нужен и интересен окружающим, ты живешь полной жизнью. Такой принцип позволяет оставаться молодым и активным в любом возрасте, даже в самом солидном. И такие люди составляют золотой фонд в каждом обществе. Ведь опыт, мудрость и любовь к жизни, желание постигать что-то новое – бесценный капитал. У меня сегодня цветы, чисто весенние уже, как бы, подарочные, чтобы настроение создать. И шабаш маленьких ведьмочек. Там, если вы не видели, там даже бабаёшка прилетела к нам. Вязала на Новый год маленьким приятельницам всех по ведьмочке. Ну, решила сделать шабаш. Бабаёшка, как всегда бабаёшка. А это там молодые, добрые, со светлыми метёлками, доброжелательные все. Как дань апрелю и весне на выставке представлено множество цветов из самых разных материалов. Я делаю, значит, цветы, пряжа, детская новинка и бисерная. Больше не из ничего. Две пряжи работаю. Знаете, я видела одну китайку в интернете. У неё целый магазин вот этих вязаных цветов, у неё целые лужайки там. Там просто как бы загорелось. Я до этого, в прошлую, как бы в октябре у нас была здесь выставка, делала животных, зверей, зайцы у меня там были чудесные. Но потом вот идея пришла, начала цветы. Так что пожелаю не бояться пристраивать свои руки. Можно сделать всё. Сейчас возможность шикарная, но зимой делать нечего. Можно пробовать сейчас, лето, огород. Ветераны и работники градообразующего предприятия не устают удивлять горожан своей энергией и желанием творить, создавать что-то новое. Глядя на их изделия, нельзя не восторгаться бескрайним мастерством и возможностями этих скромных, бесконечно талантливых людей. Вот раз я на выставку принесла салфеточки, всяких моделей, потом воротнички вязаные, проживные, куклы техники Матильда, цветочки там. Научила меня маму вязать ещё с детства. Ну, активно начала вязать, когда вышла на пенсию, это больше 20 лет назад. Во-первых, я люблю делать с душой, и то, что я делаю с душой, что мне нравится, мне очень-то дорого. Вот мне жалко даже с куклами расставаться, потому что я сделала впервые их, и мне очень жалко. А так я дарю в основном салфетки, там, украшения внучкам, дочкам, дочкам, дочерям. А как вы находитесь в течение дня для творчества? Как возникает вдохновение, расскажите? Настроение, чтобы что-то делать? Ну, как есть свободные минутки, у меня надо что-то было в руках, что-то было, или крючок, или спицы, или что-то пошить. Такого-то, чтобы я сидела на диване и ничего не делала, это такого очень редко бывает. Пожалуй, все работы, сделанные в разной технике и разными людьми, объединяет единое позитивное стремление – сделать этот мир светлее и добрее. Товарищи, улыбайтесь почаще. Я всегда люблю, когда рядом со мной человек улыбается. Если идет человек, не улыбается, я какую-нибудь шутку сделаю, чтобы, ну, хоть маленькая, но улыбка проскочила у него на губах. Я, в первую очередь, желаю мирного неба над головой, чтобы такая ситуация всем здоровья, счастья, больше улыбок, меньше печальных новостей. Рукодельницы сайенс-химпласта способны не только сами создавать волшебные вещи, но и увлечь этим творческим делом родных и близких. Что вы сегодня представили? Две шали розовые, цветы. Сама делала в двух вазочках, потому что весна, весенний праздник апрельский. И сын у меня, я когда начала, я уже больше 20 лет не работаю на пенсии. Чем-то же заниматься надо. А я тебе буду помогать, ну, учись, помогай. Сын. Варежки, тапочки, салфеточки. Новички, впервые представившие свое творчество на этой выставке, заводская молодежь. Анастасия Халитова, Елена Сазонова, Татьяна Черногорова, Павел Карпов, Мария Безотечества, Александр Матвеев. Я рисую в фантастическом стиле, в фэнтези. Ну, в основном у меня роботы, раньше разные. Как бы рисую с самого детства. Мне очень нравится в школе, в институте. На работе рисую в свободное время. В цвете начал рисовать недавно, буквально, вот года два или три назад. В основном у меня графика идет. Вообще, мне нравится рисовать людей, потому что их рисовать сложнее, нежели там пейзажи или какую-нибудь архитектуру. Хотя и в архитектуре есть интересные работы. Человеку все равно сложнее рисовать это движение, это, собственно, линии, тени. Портреты у меня хорошо получаются. Но портреты все равно это не мое. Мне больше нравится вот что-то такое фантастическое, но все равно реалистичное. Известный поэт Александр Бузиков в этот апрельский день пришел на новую выставку заводских мастериц со своим лирическим подарком. Он написал стихи, посвященные женщине, венцу природы, сокращенно ВП. О, женщина, она венец природы. Для краткости я буду называть ее ВП. Прелестная, как ангел с небосвода. Чем интересна нам она? Что любит? И т.п. Я к ней, в знак благодарности, как шар земной огромный, предела у которой в свете не было и нет, для вас палитрой щедрой, палитрой полихромной, здесь напишу ее примитивный портрет. ВП в природе нашей в одиночку не встречаются, а только в окружении подобных же существ. Мужчины в них влюбляются и в ноги к ним бросаются под благотворным действием ароматических веществ. В любую ситуацию ВП способна вжиться. С подружкой мирно спорит, здесь плюрализм – закон, но, коль не посчастливится подружке ошибиться в оценке модных рюшечек, твердеет, как бетон. ВП ребенком слабым, нам кажется, снаружи, но с ней с позиции силы невозможен диалог. Чуть что, ВП хватается мгновенно за оружие. Две крохотных срезиночки и миру ее ног. Много добрых слов было сказано в этот вечер в адрес талантливых людей градообразующего предприятия. Творческие люди, как правило, отличаются отменным вкусом, поэтому они постоянно стараются окружить себя красивыми вещами. Это могут быть не только детали одежды, но и элементы интерьера, картины, книги, украшения. Творческие личности способны находить красоту там, где другие ее попросту не замечают. Творчество – это жизнь. В нем проявляются лучшие человеческие качества. Трудолюбие, доброта, отзывчивость, гуманность, благородство. Творчество невозможно без вдохновения, которое помогает ему развиваться и совершенствоваться. Творческий человек всегда интересен, доброжелателен и открыт. Судьба каждого человека уже изначально несет в себе творчество, и каждый может проживать свою жизнь ярко, интересно, творчески, как эти участники выставки «Веселый апрель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова